Экономика и наши с вами кошельки. Есть два вида пенсий, которые сейчас назначаются в границах прежнего пенсионного возраста. Женщинам с 55, мужчинам с 60 лет или даже раньше, если имеется право досрочного выхода на пенсию. Это пенсии по программе софинансирования и накопительные. Другая интригующая новость в том, что завтра они обе вырастут. Накопительные пенсии увеличатся с 1 августа на 9 с лишним процентов. Коэффициент повышения определен в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год, сообщает нам с вами Пенсионный фонд. В Хабаровском крае такую прибавку получат 918 человек. Обращаться за перерасчетом им никуда не нужно, ее сделают автоматически. Те, кто добавлял к своей государственной пенсии собственные деньги, участвовал в программе софинансирования, тоже получат прибавку. Их пенсии вырастут почти на 8%. Такую пенсию в Хабаровском крае сегодня получают 230 человек по данным регионального отделения Пенсионного фонда. Средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 1083,38 рубля в месяц. А средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования 1754,40 рубля в месяц. С 1 августа обязательных СНИПов в строительстве станет на треть меньше, спустя два месяца после слов президента страны о том, что нужно зачистить всякие СНИПы, хрипы и квазиучастников строительства. При этом количество применяемых нормативных документов остается прежним, но сокращается их содержание. В новой версии перечня содержится 4 ГОСТа и 74 свода правил. Документ постановления правительства под номером 985 опубликован на портале правовой информации. Наши парашюты полетят по всему миру. В России впервые появится ГОСТ на парашюты. Национальный стандарт разработан в рамках программы развития парашютостроения. В стандарте установлены тех требования к конструкции и испытаниям спортивных парашютных систем. Новый стандарт предназначен для организаций, которые разрабатывают и производят гражданские спортивные парашюты. По мнению Росстандарта, применение ГОСТа должно привести к повышению безопасности выполнения парашютных прыжков, а также к активному выходу российских парашютов на международный рынок. С ГОСТом станет легче согласовывать методы и технологии испытаний, применяемых в России, с методами и технологиями, которые применяются в других странах. Экономика всюду. Следим и участвуем.